Система централизованного теплоснабжения состоит не только из трубопроводов и источников тепловой энергии, но и из внутридомовых систем теплопотребления зданий, которые также необходимо готовить к работе в зимний период. В задачи любой управляющей компании входит подготовка домов к отопительному сезону. Готовность объекту к отопительному сезону 2021-2022 годов на конец июля в регионе должна составлять 70%. К концу августа все работы должны быть завершены. В настоящий момент процент готовности систем теплопотребления в части проведения работ по гидропневматической промывке и опрессовке систем по МКД составляет 60% и 40% соответственно. Сроки подготовки систем к работе в зимний период соблюдаются не всеми управляющими компаниями. Промывка, гидравлические испытания, установка устройств автоматизации, организация коммерческого учета потребляемых ресурсов. И это далеко не весь перечень мероприятий, которые обязаны проводиться в жилых домах каждый год. Наиболее частые проблемы – это отсутствие учета тепловой энергии, отсутствие различных средств автоматизации, в том числе регуляторов температуры, жидкости, предохранительных клапанов, устройств дросселирующих. То есть именно тех устройств, которые непосредственно влияют на безопасность. Под угрозой не только оформление паспорта готовности объекта к зиме, но и надежное прохождение отописанного периода, а также безопасность жителей. Как сообщает начальник управления ЖКХ, зачастую невыполнение работ в срок связано с нехваткой финансов. Но в администрации города уверяют, что к 1 сентября жилой фонд будет на 100% готов к осенне-зимнему периоду. Есть ряд отставаний по определенным видам работ по управляющим компаниям. С данными управляющими компаниями мы прорабатываем совместно с ресурсоснабжающими организациями на еженедельной основе. В части промывки опрессовки, в части подготовки исполнительной документации и согласования исполнительной. То есть не физического выполнения, а именно подготовки документации. До 15 сентября все управляющие компании должны получить паспорта готовности к работе в осенне-зимний период. Отстающим организациям необходимо мобилизоваться, чтобы за оставшееся время все мероприятия по подготовке были завершены. Ведь на кону безопасность и комфорт ульяновцев. Это относится и к муниципальным предприятиям, которые, по информации ряда СМИ, не выезжают на место аварии, что недопустимо, особенно в условиях гидравлических испытаний. По словам представителей ТЭПлюс, выполнением инвестиционной программы у гортеплосервиса также не складывается. Оно несколько раз объявляло торгин по отбору подрядчика, но ни одна организация на них не заявилась. Связываться с мупом-панкротом никто не желает, опасаясь, что выполненные работы не будут оплачены. К слову, через сети городского теплосервиса запитана и областная клиническая больница. Трубопровод там изношен, регулярно подтапливается, так что никакой гарантии, что учреждение здравоохранения благополучно пройдет следующий отопительный сезон нет. При этом никаких разногласий с ТЭПлюс руководство МУПа не выражает. Ни по объемам транспортируемого ресурса, ни по потерям на сетях предприятия, ни по границам раздела. Подтверждением тому является договор, подписанный обеими сторонами. Почему происходит то, что происходит, непонятно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...